Около 30 войлочных ковров, выполненных как в традиционном карачаево-балкарском стиле, так и в современном варианте, могут увидеть посетители музея Рим-Кала в Сиреучке-Кен, Малокрачевского района. Авторы работ, семья художников Узденовых из Кисловодска, приурочили экспозицию памяти карачаевского просветителя Ислама Крымшамхалова. На открытие выставки побывала Шерифат Лепшокова. Свои войлочные работы Амина Марина Узденова не раз выставляли в крупных музеях страны и за рубежом. Но, по признанию художника, экспозиция в стенах родного музея в Учки-Кене вызывает особенное чувство. Оценивать работы мастеров будут местные жители, знающие о войлочном искусстве не понаслышке. Еще недавно в каждом карачаевском доме можно было увидеть ковер, выполненный руками старшей рота – бабушки. В XIX веке войлок выполнял не только декоративную, но и практическую функцию. Им утепляли дома, покрывали столы и диваны. А в XXI веке это искусство оказалось на грани исчезновения. Художники Амина Марина Узденова по крупицам собирали узоры, выезжали в отдаленные старинные карачаевские и балкарские аулы. Так они вернули народу практически утраченные рисунки. При изготовлении традиционного войлочного ковра необходимо скрупулезно соблюдать все правила технологии, говорит Амин Узденов. Работа в современном стиле позволяет быть менее консервативным. Дипломную работу защищал по живописи. И все время через перевал в Карачаевск мы каждую неделю, можно сказать, наблюдали этот брус. И это у нас в душе всегда было. И всегда я на своих коврах где-то 50 цветов, этими 50 цветами шерсти, работаю как художник в живописице своими красками. Художники создают свои волшебные ковры киизы и приглашают всех в свой мир, в котором переплетается прошлое и настоящее. Так, работая над этим ковром, мастера вдохновлялись древними коптскими узорами. Просмотрев эту книгу, мы с ней, с супругой, вот эту работу где-то год. В основном, что не получилось, чтобы вокруг ковра обрамление не могли поймать, чтобы сочеталось с серединой. Это было самое долгое и самое мучительное. Проработав только один год, только потом взялись его сделать. И где-то 2-3 недели только мы его сделали. Очень аккуратно, каждый кусочек вымеряли. Амин и Марин Узденовы не раз становились победителями различных конкурсов. За уникальные успехи в деле возрождения семейного творчества и традиционного прикладного искусства. Недавно они были награждены престижной региональной медалью выдающегося карачаевского художника и просветителя Ислам Крымшамхалова. Амин Узденов увлечен не только войлоком. В его доме хранятся предметы быта карачаевцев. Это арба 1936 года выпуска с колесами, с сохранившейся надписью, что они турецкого производства. А совсем недавно житель станицы Староживой, животновод Рамазан Чучаев передал в дар арбу для валов, сделанную собственными руками. Раньше эти животные были нередки в хозяйстве карачаевцев. Рамазан Чучаев и сейчас поддерживает эту традицию. Благодаря ему коллекция Амина Узденова пополнилась еще одним экспонатом. Шрифат Лепшокова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.